Вы смотрите отзыв об отеле Фавори Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником B77, который был в нем в 2010 году. Ну начну по порядку. Ну начну по порядку. Все новенькое с иголочки, всякие сейфы, зонтики, вода, чай, кофе, сливки, шампуни, бальзам и лосьоны, все бесплатно и пополняется. Завтраки достаточно разнообразны и вкусны. Шаттл-баз каждые два часа на пляж. Вообще мне хуже турецких египетских пять звезд средней руки. Но на этом плюсы заканчивались, потому как стоял он довольно далеко от моря и цивилизации. Но в общем-то не очень. Минут за 15 ходьбы, но вот тротуара там и не было и приходилось идти с листом по дороге, мимо помоек каких-то и вечных луж. Свет у отеля весьма специфический, взбесившийся ласасины. На следующий день была встреча с гидом, которую мы благополучно проворонили, предпочев беседы поездку на пляж, что гидшу разозлила канеш и вообще она была наглая и перла как танк. Вообще мне понравилась она и больше мы с ней не виделись, брали экскурсии и села улицы. Причем попали на один катер с теми, кто у нее взял экскурсию током и за 1200, а не за 1800. Полежав два часа на пляже, пляж был потомк, здоровенный, серый, с буйками и кучей народа. Поехали обратно в отель, потому как у нас была обзорка. На обзорке местечковое шоу «Змеи ферм», латексная фабрика, сувенирка и ювелирка. Из положительного только на обзорную площадку заехали и в храм действующий. На второй день пошел дождь, я тогда еще думала, что это ненадолго. Как же я ошибалась. Вощем взяли мы байк в аренду, 200 в сутки плюс бенза 60, 100, это даром, по сравнению с драконовскими расценками местных таксистов. Погнали мы на юг острова окрестности осматривать. Заехали на Бигбуду, капец там дожди, на туман ничего не видать, вот тебе и тропики. Чуть попытались попоткаться, потом поездили по городочку, покушали, сгоняли на пирс Челонгбей и на рыбацкий привоз на Раваев. Потом еще на пару вьюпоинтов и на маяк. Потом дождь стих с твердой, знак едили, покупались на маленький феминистый пляж рядом с Найн-Нарм. На следующий день вроде стало немножко проясняться, погнали мы по пляжам. На каждом останавливались, купались и ехали дальше. Первый был Корон. Он мне и понравился больше всего народу, мало вода чистая, песок белый и скрипит. С другой стороны там пресное озеро и тоже красиво. Следующие были Большая Ката и Малая. Но похуже, конечно, Корона. Песок не скрипит, народу достаточно много, зато прямо у берега какие-то хвойные и воздух приятные, никаких волн в море. Взяли мы экскурсию на острово Джеймса Бонда. Взяли у местных Тай Циев на просто двухполудном корабле тысячи градусов носа. Фонра. И команда хорошая и кормили отличные всегда кофе, чай, кола, вода в свободном доступе и фрукты. И вообще экскурсия очень интересная и необычная, всяко советую. Теперь я знаю, откуда придумали в Аватаре парящие горы. На следующий день мы решили поехать в другую сторону пляжа обследовать. Поехали на Камалу. Но тоже особо не впечатлила, но народу мало. Потом опять что-то начало покапывать и решили мы поехать в национальный заповедник на водопад. Поплутали немножко, но таки выехали. Заплатили за 200 бат с носа и пошли к водопаду. Народ ходил только до водопада и обратно, но мы ж не ищем легких путей. Мы усмотрели там какую-то тропу здоровья на два километра в гору и поперлись по ней. Сначала было весело и хорошо, но потом подустали идем, идем, смеркаются, птицы начали истошно орать, а конца тропе не видно. Во щем я начала уже судорожно соображать, берет ли здесь телефон и куда звонить и вообще как это ночевать в джунглях. А джунгли там такие конкретные и на два километра ни одной живой души. Но нам свезло, мы таки вышли к одиноко стоящему на стоянке нашему Мокику. Смотритель помахал нам на прощание рукой и закрыл ворота на ночь. Но вопрос остался открытым, стали бы нас искать если бы мы не вышли. Во щем сами себе устроили экстрим. На следующий день у нас была поездка на материк в заповедник Каосок. 1400 градусов носа. Сначала мы подъехали к памятнику цунами, там выброшенный на берег, два километра от моря, катер и всякие избушки с фотками списками жертв, жутковасто. Потом было полуторачасовое катание на слонах с купанием в водопаде, супер. Нам попался слон-лидер, всех обогнал и уперся один в чащу, на корзинке качалось сильно и на обратном пути я на шея ехала. В водопаде покупались, освежились, глубина там приличная, муж так и не достал до дна. Потом слоников покормили, чай попили и поехали на очередную вьюпоин. Потом к Манке Темпу, там обезьяны были наглые и жрать бананы не хотели, а с удовольствием таскали чипсы и сосиски. Потом была кормежка в ресторанчике, где был чудный ручной гиббончик. А потом сплав на Каноа, но тут палил таковой дождина. Короче, все это Каноа с его красотами мне были не нужны, хотелось скорее на берег и под крышу. Но дождь лили и лил, и все наше путешествие, и всю обратную дорогу домой. Седьмого мы поехали на острово Пхи-Пхи. Уматерилась вся, потому как с утра моросил дождь, а поездку мы в этот раз взяли на спидботе. На эту лодочку набилось столько народу, сколько на большом корабле было. Хорошо мы сели в середину, где-бо двое, а те, кто по бокам Темпу щекопец был. Во-первых, сидят спритык друг к другу, как в метро. Во-вторых, когда лодка поплыла с крыши, полилась на них вода, и все они были насквозь мокрые. Даже до нас капли дождя и брызги волн долетали, но мы были продуманные, мы были с дождевиками и нам все завидовали. Качало прилично, напитков бесплатных не предлагали. А у нас был ром заныкан, но к нему была нужна кола. Приехали в бухту Майя-Бэй, где снимался пляж с Ди Каприо. Да красиво, но на Рааду, как сельди в бочке, вообще мне не порно. Потом заезжали на Манки-Бич, там дикие обезьяны брали бананы с рук, залезали в лодку и тырили хлеб у индусов из рюкзаков. А еще оказалось, что они умеют плавать. Потом была остановка для снорклинга, Эмда. После Красного моря вообще не катит. Полосатики, парок, видов попгуаев и бабочек, хирург. Кораллы толкомертвые, подозреваю, что после цунами так. Перекрестились, что не взяли дайвинг тут. Потом стали давать калу и нам стало веселей. Высадили на Пи-Пи, самом большом острове, там поели и погуляли. Потом была остановка на достаточно красивом острове в виде треугольника и пляжами со всех сторон. Покупались, поныряли, но опять же на Рааду. Вощем тем, кто хоть раз ездил на морскую прогулку на Красном море, не советую, нефиг делать. Приехали домой, а весь отель в глубокой шоке, оказывается на потом приплыл кусачий планктон. И всех пожалил, и никто не купался. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин